дышите максимально глубоко как будто вы зашли в сосновый лес и полной грудью вобрали себя воздух и все отделы легких наполняются воздухом вы глубоко вдыхаете и глубоко выдыхаете и слушайте меня вы дышите и одновременно фокусируете ваше зрение внутреннее сознание на кончиках пальцев ваших ног и пытаетесь их расслабить идет расслабление пальцев ваших ног переходим выше расслабляются ваши стопы размягчается мышцы если есть какие-то мышечные зажимы все расслабляется и размягчается бедра расслабляются мышцы бедер если есть какие-то спазмы они размягчаются и расслабляются ягодицы расслабляются ягодицы расслабляется паховая зона расслабляется спина мышцы вдоль позвоночника готовится к отдыху расслабляете вашу грудь расслабляются ваши плечи расслабляются ваши плечи локти расслабляются ваши кисти кончики пальцев рук и вы глубоко дышите буду буду открывать что то фарам буду фарам буду фарам буду вы дышите и представляете визуализируете вокруг себя некое защитное поле которое похоже на мыльный пузырь и вы находитесь внутри него его оболочка переливается всеми цветами радуги и вы находитесь внутри под полной защитой никакие негативные воздействия извне не могут проникнуть к вам вы дышите и слушайте могу иди меди меди открываю частоту меди 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 вы дышите и визуализируете что у вас с зоны третьего глаза вверх начинает подниматься некая информационная воронка она похожа на похоже на как маленький смерч и вы глубоко дышите теперь вы начинаете представлять ваше сегодняшнее утро прямо сейчас ваше дыхание спокойно и вы находитесь в вашем сегодняшнем утре прям смотрите ситуацию ваше сегодняшнее утро любой момент вы видите чем вы сейчас занимаетесь и мы сейчас будем с вами откручивать назад 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 постепенно отматывая я вам буду задавать различные вопросы они нейтрально они не будут никак вас компрометировать ваше сегодняшнее утро и вы рассказываете в настоящем времени прямо сейчас здесь ваше утро где вы сейчас находитесь и что вы делаете я должна говорить да смотрите вот в таком ключе например я открываю глаза в комнате полумрак я поднимаюсь с кровати иду в ванну чистить зубы и так далее я вам начинаю задавать вопросы вот прямо в настоящем времени в настоящем времени не в прошедшем открыла а я открываю глаза смотрю на будильник 8 10 отлично 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 мы сейчас с вами откручиваем назад и вы видите любой эпизод вашего вчерашнего дня я сижу перед компьютером слушаю ваш вебинар режу манго для варенья отлично посмотрите пожалуйста прямо сейчас на нож которым вы режете манго опишите мне во какой он с деревянной ручкой с металлической какого цвета небольшой не очень острый с белой пластиковой ручкой отлично я портюсь маленькими ножами хорошо хорошо и вот вы сидя режущая манго смотрящая вебинар прямо сейчас а вы в теле находящиеся в теле вы так и продолжаете смотреть вебинар и есть резать манго но от вас отделяется более тонкая субстанция скажем фантомное тело и вы как наблюдатель встаете прямо напротив себя и видите себя как вы сидите смотрите вебинар и режете манго удается у вас это сделать отлично и теперь попробуйте то вы входите в тело то вы встаете и смотрите на себя вошли и видите свои руки и вот вы режете и вот вы смотрите как наблюдатель легко ли у вас получается туда-сюда выходить отлично скажите пожалуйста в этот момент когда вы режете манго и смотрите вебинар во что вы сейчас одеты где-то я одета в легкое платье до колен с рукавом хорошо какого оно цвета оно перстенькое мы сейчас с вами откручиваем назад и вы видите любой эпизод прошлой недели любой эпизод который первый всплывает вам перед глазами где вы сейчас находитесь и что вы делаете я разговариваю по телефону со своей напарницей из Минска отлично в какой руке вы сейчас держите телефон телефон я не держу телефон у нас встреча по ватсу и мы отрабатываем аутентичное движение хорошо она смотрит как ведусь я все отлично вот в этот момент когда вы с ней разговариваете в какой позе вы находитесь сейчас вы сидите лежите стоите я сижу где ваши руки расположены смотрите с позиции тела я сижу в кресле одна рука находится у меня на бедре а вторая на столе прекрасно жестикулирую отлично очень хорошо и сейчас мы с вами отматываем назад и вы видите новый год 2020 это либо 31 декабря 2019 либо 1 января 2020 года любой эпизод который вам первый всплывает перед глазами вы рассказываете где вы сейчас находитесь и что вы делаете я сижу я сижу у себя в комнате перед компьютером 31 декабря 9 часов вечера отлично и мне позвонила одна преданная и пригласила меня встречать новый год у нее в кибуце и приедут еще два дьотиша два ведических астролога меня как третьего астролога чтобы встретить новый год вместе отлично момент она вам звонит как по телефону да по телефону в какой руке вы держите телефон в правой хорошо теперь выйдите из тела как бы и посмотрите на себя сидящую и разговаривающую по телефону во что вы сейчас одеты разговаривая с ней я не могу вспомнить я не могу вспомнить смотрите в чем дело ваша задача не вспоминать наша задача с вами отключить вашу естественную память и мы с вами смотрим образы которые спускаются по информационной воронке даже если вы будет вам казаться что вы сидите в комбинезоне Карлсона то вы мне прям так его и говорите я себя вижу в этом в этом то есть нам нужно с вами войти в состояние регрессии когда вы начнете видеть образы приходящие из вселенского подсознания это то что было иначе мы с вами не сможем вспомнить ваш первый день рождения вы же его не помните своей памятью правильно но мы можем увидеть это только в виде приходящей информации и потом люди перепроверяют спрашиваю своих мам ты меня как рожала кто меня принимал мужчина или женщина какого цвета были стены дети это не могут помнить но когда им приходят образы эту всю информацию можно перепроверить поэтому сейчас вы еще не вошли в состояние регрессии и мы с вами пробуем это делать еще раз вы отключаете свою память и смотрите образы прямо сейчас вы видите любой эпизод новый год 2020 любой момент который всплывает вам перед глазами вы начинаете рассказывать с позиции тела где вы сейчас находитесь что вы делаете первое января утро отлично за мной заехал взять меня на работу мой сотрудник отлично как он за вами заехал он вас ждет на улице или он зашел в дом нет он меня ждет на улице хорошо смотрите момент вот вы к нему сейчас выходите вы выходите вы идете к нему где находится ваш сотрудник он внутри машины или снаружи внутри машины хорошо вот смотрите как вы подходите к машине вы в нее садитесь и посмотрите на него видите вы его вы вот садитесь в машину видите его сидящего за рулем во что он сейчас одет расскажите мне в теплые свитеры в куртку отлично хорошо а теперь выйдите из машины с позиции наблюдателя и встаньте перед лобовым стеклом и смотрите на себя и на него на вас двоих сидящих в машине да отлично теперь попробуйте сделать вот что у любого автомобиля есть госзнак вы стоите прямо перед передом автомобиля опустите ваше зрение на номер удается ли вам прочитать номер смотрите или вы просто понимаете что в этом месте должен быть номер но вы не видите цифр я не вижу цифр какого цвета автомобиль темный такой стальной темно стальной подойдите к автомобилю и погладьте его поверхность руками и скажите мне какая поверхность холодная теплая двигателя пыльная чистая охарактеризуйте у меня поверхность вот вы трогаете сейчас капот автомобиля холодная и мокрая отлично отлично очень хорошо теперь встаньте сбоку от автомобиля и встаньте рядом с колесами рядом с колесом передним правым колесом автомобиля и загляните в стекло вы сейчас смотрите прямо на себя сидящий удается вам это сделать? да я вижу себя прекрасно теперь присядьте перед колесом и потрогайте резину колеса удается вам потрогать резину колеса? почувствовать какая она шероховатая слегка пружинищая твердая твердая да отлично хорошо теперь опять пройдите вперед и еще раз посмотрите на номерной знак присядьте перед номерным знаком и попробуйте сфокусировать ваше внимание на этом номере будет ли у вас проявляться какие-то буквы и цифры это очень похоже знаете на мыслеобразы прямо в голове картинка номера и вы прям видите такие-то такие-то цифры такие-то такие-то буквы я не могу утверждать что в том же порядке так у меня как-то выпрыгивает вот 72 68 и еще какие-то цифры в конце я не помню это должен быть семизначный номер отлично хорошо так замечательно мы сейчас с вами откручиваем назад и вы видите любой эпизод связанный с вашей работой с вашей жизнедеятельностью или с вашим хобби пять лет назад любой эпизод который первый всплывает вам вы начинаете рассказывать где вы сейчас находитесь что вы делаете пять лет назад это 2015 год сентябрь сентябрь 2015 года я нахожусь дома я не работаю меня уволили с работы я в депрессии в небольшой депрессии вот прямо сейчас в каком положении находится ваше тело вы себя видите в сентябре 15-го года вы стоите лежите сидите я сижу внутри компьютера и ищу работу отлично я посылаю резюме хорошо с позиции наблюдателя выйдите из тела и посмотрите на себя сидящую за компьютером во что вы сейчас одеты я одета в длинную юбку с белой боркой в розовую юбку с белой боркой внизу до пола и в белую футболочку такую прекрасно 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 прямо сейчас войдите в тело и встаньте встаньте и пройдитесь по комнате и подойдите к окну есть у вас в комнате окно да подходите к окну и выгляните пожалуйста в окно посмотрите на небо какое сейчас небо вы видите в окне в этот момент я вижу голубое безоблачное небо яркое голубое и я вижу голландские высоты вдали в такой дымке в легкой дымке не очень ясное видение не очень ясная видимость хорошо это из-за тумана из-за дымки ну как будто хамсин ну такой знаете ветер из пустыни иногда бывает хорошо так смотрите что мы сейчас с вами делаем вот вы стоящая в окне какой это этаж первый первый этаж отлично вот глядя в окно видите ли вы в своем обозрении какие-либо передвигающиеся объекты люди кошки машины то есть что-то движущиеся есть такое или полная статика ну какой-то код возле мусорного бака так хорошо отлично так и смотрите что мы теперь с вами делаем вот у вас в этом состоянии есть возможность перемещаться не только вот по территории помещения но и в пространстве вообще вот прямо сейчас находясь возле окна вы делаете некое усилие и легко проходите через окно и вот вы уже снаружи и заглядываете в комнату и видите себя сидящую за компьютером изучающую и посылающую резюме получается у вас это сделать да отлично и прямо сейчас вот с этого положения вы берете и взлетаете вверх на высоту птичьего полета и сверху смотрите ваш дом двор вы видите вы видите мусорный бак котика возле этого мусорного бака получается у вас это сделать да отлично а теперь вы возвращаетесь на свой первый этаж но взлетаете на второй этаж там есть у вас второй этаж да подлетите к окну второго этажа это соседи которые живут над вами и загляните пожалуйста в их окно удается вам это сделать да прекрасно залетайте в комнату залетайте внутрь что это за комната кухня зал спальня я вижу комнату вдоль всей комнаты разбросаны вещи отлично разбросаны вещи одежда какая-то и и и я слышу что на втором этаже на втором этаже парковь голуби отлично просто прекрасно выйдите пожалуйста в коридор коридор их квартиры выйдите в коридор их квартиры и подойдите к входной двери удается вам это сделать да а теперь подойдите вплотную к стенам и посмотрите на стены вы видите поверхность стен что там обои штукатурка краска какую стену вы видите я вижу просто негладкая стена но давно не было ремонта отлично отлично обсыпанная штукатурка прекрасно прекрасно запомните запомните там никто не живет хорошо и прямо сейчас мы с вами откручиваем назад очень большой промежуток времени и вы видите себя в момент эпизод вашего учебного заведения может быть это институт или техникум это выпускной или последний звонок или экзамен или получение диплома это какое-то событие связанное с выпускным что вы видите где вы сейчас находитесь я нахожусь в большом конференц-зале в моей школе отлично отлично с позиции тела смотрите на свои ноги во что вы сейчас обуты что на вас одета сейчас лёгкие бессоножки какого цвета коричневый отлично теперь выйдите из тела и посмотрите на себя с позиции наблюдателя вы стоите прямо сейчас рядом с собой во что вы сейчас одеты я одета в лёгкое платье с какого-то шёлка пёстрое с какого-то сиреневая лула на тоненьких бретельках хорошо скажите пожалуйста есть ли у вас в руках какой-то предмет может быть сумочка или руки пустые нету хорошо относительно сцены где вы находитесь я нахожусь у входной двери отлично уходной двери уху сцены то есть сцена в каком конце зала хорошо отлично замечательно так глядя на сцену видите ли вы там каких-то людей на сцене я вижу одну женщину в белом костюме попробуйте услышать звуки теперь вот как вы услышали голубей теперь послушайте что говорит эта женщина есть ли у вас ощущение звука или тишина я не слышу если у вас на уровне телепатии как будто вы понимаете что она говорит мне кажется что она поздравляет всех с окончанием школы угу и и сделает пожелание угу что-то вроде того чтобы удача была угу отлично хорошо теперь мы с вами делаем вот что прямо сейчас мы с вами откручиваем назад и вы видите себя в теле ребенка вам шесть семь или восемь лет и вы видите свой первый день в школе вы чувствуете как ваше тело маленькое и вы девочка которая первый раз пришла в школу может быть на какие-то занятия подготовительные а может быть это первый звонок а может быть это первый урок в школе что сейчас происходит где вы сейчас находитесь я вижу двор школьный я вижу школьный двор в школе угу и и и мы стоим возле нашей учительницы а кто-то носит маленькую девочку угу ах с колокольчиком угу угу ах угу угу ах с колокольчиком и много цветов отлично 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 прямо сейчас повернитесь и посмотрите на учительницу и скажите мне во что она одета серая юбка ниже колен пиджак и белая губка прекрасно и прямо сейчас посмотрите на свои ноги что обута у вас на ногах белые пальчики до колен угу и какие-то сандалики какого цвета серенькие отлично отлично прямо сейчас сядьте на корточки и потрогайте ту поверхность на которой вы находитесь что это асфальт бетон трава песок земля галька галька это мелкая галька отлично возьмите в руки вот эти вот гальки вот эти камешки гальки и пощупайте их потрогайте поперекатывайте почувствуете вот это вот ощущение гальки какая она крупная или мелкая мелкая хорошо и прямо сейчас вы делаете вот что вы как наблюдатель посмотрите по сторонам и скажите видите ли вы рядом с собой ваших близких может быть мама папа бабушка или еще кто-то теперь приподнимитесь взлетите слегка в тонком теле в тонком ощущении и посмотрите поищите их в толпе глазами вы в этом эпизоде одна или вас сюда кто-то привел и прокрутите слегка назад и посмотрите как вы попали на эту линейку кто вас сюда привел и вы прямо увидите момент кто вас ведет в первый класс или вы самостоятельно пришли откручиваем назад и вы видите эпизод кто вас ведет в школу я не вижу этот эпизод еще раз попадайте в тело девочки вы в теле ребенка и наблюдаете за тем как несут девочку она звонит колокольчиком удается ли вам услышать звук колокольчика да хорошо а теперь откручиваем это время на три часа назад вот вы стояли на линейке а теперь откручиваем на три часа назад где вы сейчас находитесь я сплю дома отлично хорошо хорошо как вы себя сейчас видите со стороны как будто вы стоите возле своей кровати смотрите на себя да хорошо и теперь делаем это так как будто мы смотрим киноленту прокручивая в убыстренной съемке в прокрутке то что с вами происходит вот вы просыпаетесь что вы дальше делаете идете в туалет завтракаете одеваетесь и смотрите кто вас ведет в школу мне помогает одеваться мама отлично и завязывает большой белый банк на голове хорошо и мы живем на четвертом этаже мы спускаемся вниз отлично и там живет моя подружка которая со мной идет в один класс отлично и ее мама тоже ее ведет в первый класс везде идем в пол хорошо вы идете с подружкой и с подружкиной мамой да с подружкой и мы разговариваем с моей подружкой отлично просто прекрасно попробуйте услышать это может быть прям как будто вы прям звуки слышите а может быть как будто такие мысли образы вам идут о чем вы разговариваете с подружкой это какая-то детская детская речь детское общение о чем вы говорите получается у вас это услышать нет вы видите образ как вы с подружкой идете в школу да отлично мы сейчас с вами откручиваем назад и вы видите себя в теле ребенка вам 3 или 4 года и любой эпизод из этого периода жизни вы сейчас видите с позиции тела потом с позиции наблюдателя то есть вы одновременно можете находиться и в теле и как наблюдатель где вы сейчас находитесь и что вы делаете я еду в автобусе я сижу у папы на руках хорошо и от него пахнет колбасой и сигаретами угу хорошо послушайте ваши эмоции нравится ли вам вот это вот запах какое у вас ощущение какое у вас состояние как вы себя как ребенок чувствуете прислушайтесь теперь мы до этого с вами смотрели только ну происходящее просто в техническом плане а теперь у вас есть возможность попасть на волну мыслей эмоционального проживания ребенка что вы сейчас как ребенок чувствуете женаты я чувствую защиту и не смешно И папа не хочет меня усадить. И по лицу он мне щекотно. И я змеюсь. И мне радостно. Хорошо. Отлично. Посмотрите прямо сейчас на свои ноги. Что у вас обуто на ногах? Валиночки. Хорошо. Вы сказали, что вы едете в троллейбусе? В автобусе. В автобусе. Прекрасно. Прямо сейчас вы как наблюдатель пройдитесь по салону автобуса. Вы идете вперед к водительскому месту и подходите. Посмотрите, пожалуйста, на водителя прямо сейчас. Какой водитель? Это мужчина или женщина? Старый или молодой? Как он выглядит? Это молодой мужчина. На нем надета какая-то кепка. Даже не кепка, а типа береток какого-то. Он серьезный. Отлично. Хорошо. И теперь мы с вами делаем вот что. Прямо сейчас вы летите туда, где находится ваша мама. И вы ее видите. Вы перемещаетесь прямо туда. Сейчас перелетаете, где находится ваша мама. Что вы видите, где она находится, что она делает? Она находится в доме у моих крестных. Это семья баптистов. Так. И моя мама у них в гостях. Отлично. Посмотрите. Посмотрите на нее, во что она сейчас одета. У нее шиньон такой на голове. Угу. Какая-то булька такая большая на голове. Угу. Я не помню, как это называется. Угу. Хорошо. Она улыбается. Много еды, угощений. Отлично. Отлично. И поют песни. Кто-то поет песни. Прекрасно. Удается ли вам услышать, какие поют песни? Хотя бы слышите ли вы звуки? Как вы поняли, что поют песни? Там есть какие-то музыкальные инструменты? Нет, я слышу просто голоса, вот, типа, как молитвенные какие-то. Ага. Ага. Хорошо. Прекрасно. У вас замечательно получается. Отлично. И сейчас мы с вами откручиваем назад. И вы видите тот день, когда вы делаете свои первые шаги. Ваше тело маленькое, вы ребенок, и вы делаете свои первые шаги. Может быть, вы их делаете самостоятельно, может быть, вас кто-то помогает вам, ведет за ручку, или вы держитесь за какой-то предмет. И смотрите попеременно, то находясь в теле, то с позиции наблюдателя. То в теле, то как наблюдатель. Как это происходит? Я иду, и ищу опору. Отлично. Я боюсь. Угу. Боюсь упасть. Хорошо. И я вижу детскую кроватку. Отлично. Хорошо. А теперь смотрите с позиции наблюдателя. На себя смотрите. И вот вы, маленькая девочка, идете и ищете опору, и боитесь упасть. Во что вы сейчас одеты в этот момент? Ползунки. Отлично. Какого цвета ползунки? Полосатые, светлые какие-то, полосатые. Что это за помещение, в котором вы сейчас находитесь? Это кухня, зал или спальня? Это зал. Угу. А теперь... Квартира, мне кажется. Ага. Теперь с позиции наблюдателя пройдитесь по квартире и посмотрите, есть ли в ней какие-то взрослые. И кого вы там увидите? Я вижу маму и папу. Что они делают? Они их хочут и шутят. Угу. Отлично. Послушайте свой эмоциональный фон, как ребенка. Вы сказали, что вам страшно. Когда вы слышите голоса родителей, как вы реагируете? И смех родителей. Какое у вас ощущение сейчас? Мама сердится и повышает голос. Угу. И когда она повышает голос, мне страшно. Угу. Хотя папа шутит так. Угу. А мама реагирует на его шутки немножко агрессивно. Угу. Отлично. И кричит, перестань, перестань. Отлично. Отлично. Очень хорошо. И теперь мы с вами откручиваем назад. И вы видите свой первый день рождения. Вы в теле новорожденного ребенка. Вы только что родились. И, может быть, вы видите себя, когда вас только вынули, вас приняли из чрева матери и вам отрезают поповину. Может быть, вы видите, как вас завешивают, как вас пеленают. Вы видите, как вас дают маме. Она вас кормит грудью. Может быть, вы в течение всех моих слов увидели попеременно все эти эпизоды. Прямо сейчас. Что с вами происходит? Где вы находитесь? Смотрите попеременно с позиции тела, а потом с позиции наблюдателя. Наблюдая за собой со стороны, видя себя как маленького новорожденного ребенка. Я вижу, как надо мной склоняется мама. Отлично. Я вижу блеское ее лицо. Она улыбается. Отлично. Замечательно. Прислушайтесь к своим физическим ощущениям. Вам холодно, тепло. Потом к эмоциям. Вам любопытно, вам страшно. Что испытывает ребенок в таком состоянии, в таком возрасте? Как вы сейчас себя чувствуете? Вы ребенок. Только что родились. Я чувствую боль. Боль в правом плече. Угу. У меня был перелом ключицы. Угу. Так. Роды мамы были тяжелые. Угу. Длинные. Угу. Мама измучена. Угу. Я не чувствую. Я чувствую какое-то немножко угнетенное такое. Угу. 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 Мамы и люди, которые там, они тоже как будто напуганы. Угу. Угу. И серьезные очень все. Угу. Я чувствую боль. Мне неприятно. И неуютно. Угу. Угу. Мне неприятно. Угу. Хорошо. Отлично. Теперь мы с вами откручиваем в тот момент, когда вы только рождаетесь. Вот вы выходите из тела вашей мамы. И в любом родовом зале всегда есть часы. И в любом родовом зале они нужны для того, чтобы зафиксировать время, когда появляется ребенок на свет. И теперь смотрите с позиции наблюдателя. Вот вы видите, как происходят роды. Вы видите свою маму. И вот вы рождаетесь прямо сейчас. Посмотрите, пожалуйста, найдите часы. Сколько сейчас время показывают часы. 10-15. И прямо сейчас подойдите к окну. И выгляните в окно. Что вы видите за окном? Я вижу двух пьяных мужиков. Это мой отец и его брат. Хорошо. О чем они говорят? Удается вам услышать? Нет. Подлетите к ним. Подлетите к ним и встаньте рядом с ними. И у вас появится возможность услышать, о чем они говорят. Его брат говорит моему отцу. Ну вот, два сына у тебя уже есть, а теперь еще и дочка. Отлично. Прекрасно. Очень хорошо. И прямо сейчас вы оказываетесь в моменте до родов. Прямо сейчас вы оказываетесь в животе вашей мамы. Мы откручиваем назад. И вы видите себя и ощущаете и чувствуете внутри, не родившимся ребенком, но готовящимся к выходу на свет. Как вы себя чувствуете? Как это происходит? Что вы сейчас ощущаете? Я чувствую, что у меня затекли все, все члены у меня. У меня мало места. Мне хочется двигаться. И мне хочется найти выход отсюда. Угу. Хорошо. Отлично. А теперь посмотрите, пожалуйста, на ваш разум. Посмотрите с позиции души. У вас есть такое понятие, как самоидентификация? В этот момент вы понимаете, кто вы? То есть сейчас сканируете не свои чувства, эмоции и физиологию, а осознаете ли вы себя тем, кто должен сейчас родиться? Или вы находитесь в таком анабиозном состоянии? Мне кажется, что физическая, как это сказать, мягко говоря, некомфортность, но какие-то болевые ощущения, они мешают. Они мешают, то есть как бы телесные преобладают, и хочется избежать этой боли. Хочется избежать физических, каких-то некомфортных состояний. Весь разум как бы заточен на то, чтобы освободиться от боли. Отлично. Хорошо. Запомните это переживание. Почувствуйте то, что чувствует ребенок в животе матери. И прямо сейчас вы оказываетесь возле некой стены. Это условная стена, которая отделяет это ваше воплощение от предыдущего. Оно похоже на стоящую вертикальную воду, переливающуюся, как перламутровую, и вы легко должны будете пройти сквозь нее. И прямо сейчас, когда я вам скажу 3-4, вы перейдете через нее, через эту стену, и вначале вы окажетесь в неком темном пространстве. Потом темнота начнет высветляться, туман рассеиваться, и вы сможете видеть какие-то детали. Подойдите к этой стене максимально плотно и дотроньтесь до нее. Проконтактируйтесь с ней. Ощутите, что вы легко погружаетесь в нее, и легко можете пройти через нее. Это как тончайшая такая пленка, как голография. Получается у вас это сделать? Да. Вот давайте 3-4. Переходите. Переходите. И сейчас темнота начинает высветляться, некий туман начинает рассеиваться. И вы все свое внимание фокусируете на ваших стопах. Вы смотрите вниз на ваши ноги. Как сейчас, в этот момент, выглядят ваши ноги. И смотрите, на какой поверхности вы стоите. Точно так же, как вы смотрели в другие моменты вашей жизни. Как вы во что-то обуты, и на какой поверхности вы находитесь. Где вы сейчас находитесь? Мне кажется, как будто я стою на каком-то облаке. Это облако, но какой-то такой, знаете, консистенции, вот как, как это, не как пар, а как вот дым, только плочьями какими-то, волнами. Как бурлящие волны, только вот эта такая воздушная консистенция. Хорошо. Постарайтесь, пожалуйста, ваши физические руки как-то под себя подсунуть, чтобы тело не шевелилось, не отвлекало. Секундочку. У меня боль в пояснице. Ах, я подсуну подушку. Ах, я подсуну. Давайте смотреть. Вы видите себя на неком объекте, напоминающем облако. И посмотрите, пожалуйста, есть ли у вас такое понятие как тело, или вы тело не видите и ощущаете, что у вас вот есть некий разум. То есть вы себя самоидентифицируете, что вот я есть, но каких-то форм у вас сейчас нету. Правильно я понимаю? Да. Отлично. Отлично. И теперь задайте сами себе вопрос. И задайте этот же вопрос. Высшим силам, Богу. Где вы сейчас находитесь? Что это за место? И вам придет ответ. Что это? Где вы сейчас? Где я нахожусь, Господи? Что вы там делаете? К чему вы готовитесь? Что сейчас происходит? Как будто я... Я как будто слышу какой-то контрольный зал. Угу. Какие-то слова «контрольный зал». Отлично. Хорошо. 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 Теперь откручиваем с вами назад. И прямо сейчас вы резко перемещаетесь в некую комнату. И в этой комнате четыре стены. И на каждой стене есть двери. И каждая дверь олицетворяет собой проход в вашу прошлую жизнь. И вам сейчас нужно пройти по периметру стен. И определить интуитивно ту дверь, открыв которую, вы перешагнете и окажетесь в любом эпизоде вашей прошлой жизни. Прошлой, которая шла до этого воплощения. Эти двери могут быть разные. Они могут выглядеть по-разному. Вы идёте по периметру. И ваше внимание привлекает одна какая-то дверь. Нашли такую дверь? Да. Как вы её будете? Толкать или на себя тянуть? У неё нет дверцы. Значит, толкать. Хорошо. У неё есть в пучке. Угу. Всё, отлично. Отлично. Хорошо. И представьте, что вы зажмуриваетесь, закрываете глаза, толкаете дверь, дверь открывается, вы проходите через порог, дверь сзади вас захлопывается и исчезает. И прямо сейчас вы открываете глаза, и темнота начинает высветляться, некий туман начинает рассеиваться. И вы смотрите вниз под ноги и видите поверхность, на которой вы находитесь. Что вы сейчас видите? Земля, трава, асфальт, плитка. Почему-то деревянные баллы. Какого они цвета? Коричневого. Хорошо. И прямо сейчас присядьте на корточке, как вот вы щупали резину колеса, как вы щупали гальку. И вот сейчас вашими ладонями проведите по этим полам. Вам нужно тактильно вот в этом пространстве обосноваться. Потрогайте пол и скажите мне, какие это полы? Гладкие, оциклеванные, лакированные или широковатые, из которых за нозы торчат. Как они выглядят? Как вы их чувствуете? Они выглядят гладкие, вот какие-то отшлифованные. Отлично. Гладкие. Хорошо. А теперь делайте вот что. Постепенно расширяя угол обзора, то есть как бы поднимая ваши глаза вверх-вверх, смотрите. А что это вообще за пространство? Что это за помещение? Или может быть это деревянная набережная? Или это пол в зале в каком-то? Что это за? Мне кажется, это похоже на больницу. Большое светлое пустое помещение для многокроватей. И большие открытые окна между... Отлично. А теперь приподнимайтесь, вставайте и смотрите вниз на свои ноги. Что на вас обуто? Или вы босиком? Что вы видите? Вижу, что я босиком. Хорошо. С позиции тела оглядывайте себя сверху вниз. Во что вы одеты? Вы же видите брюки на вас или юбка, или какой-то балахон, накидка. Как выглядит ваша одежда? Что вы видите? Не знаю, какой-то образ, как будто, знаете, даже какие-то портянки непонятные. И как будто майка какая-то на мне. И я вижу ноги такие волосатые. Мужские. Мужские. Смотрите, вам нужно по максимуму задействовать все органы чувств. У вас очень хорошо получается тактильное ощущение трогать. Трогайте себя, трогайте ткань, одежду, то есть вживайтесь в это, в образ, в это состояние. Вам это все поможет максимально четко обосноваться в этом видении. И чувствуйте запах. Нос включайте, включайте глаза, то есть у вас все начинает проявляться, у вас все начинает структурироваться. И вы прям сейчас все рассматриваете, находитесь в этом пространстве с позиции этого тела. И попробуйте теперь взять и выйти из себя, и посмотреть как наблюдатель со стороны. И увидеть себя, как вы это уже делали много раз. Какое? В каком вы теле? Это мужчина, женщина, старый, молодой, худой, толстый. Как вы выглядите? Худой мужчина. Угу. Так. Молодой. Отлично. У него кудрявые волосы, черные. Хорошо. Хорошо. Теперь заходите обратно в тело и смотрите на все с позиции тела. Вы где находитесь? Вы сказали, что это похоже на больницу. Это действительно больница? Да, я чувствую, что я сижу на кровати, и марсерная сетка такая, железная кровать. Угу. И, знаете, она такая скрипучая, железная, и она продавливается, когда на неё садишься. Ага. Так. А кроме вас в этом помещении есть ещё кто-то? Другие люди? Смотрите. Я вижу, кто-то лежит на одной кровати. Вторая кровать пустая. Отлично. А теперь отсканируйте ваше тело. Вы можете прям лечь на эту кровать прогибающуюся, отсканировать. И посмотрите, все ли ваши органы в целости и невредимости, или у вас ощущается какая-то проблема в теле. И может быть вы в каком-то военном госпитале, или это какая-то больница. Что вы здесь делаете? Для чего вы здесь находитесь? Что вы лечите? Что происходит? Ну, все руки, ноги на месте. Мне кажется, что-то с позвоночником. Угу. Что-то с позвоночником. Угу. Так. Хорошо. Хорошо. Вы вставайте и пройдитесь по палате. Выходите в коридор. И выйдите из этого здания. И посмотрите на него со стороны. Что это за здание? Где вы находитесь? И я вышла через входную дверь из палаты. Угу. Вышел. Я вышла. Угу. И я спустилась по широкой лестнице. Угу. Вниз, где были большие двери. Угу. Я вышла из дверей. Там много ступенек. Угу. Я смотрю на это здание. Угу. Желтого цвета. Так. И теперь задайте сами себе вопрос. Вам придет этот ответ. А как вас звать? Угу. Не знаю. Так. Что-то какое-то имя Семен. Друг Семен какой-то. Угу. Семен. Или Сергей. Хорошо. И скажите мне, вот оценивая архитектуру, у вас же есть примерное представление, вот это место, где вы находитесь, что это за здание, то есть какому государству, стране, на что это похоже, Советский Союз, или Европа, или Америка, или там, я не знаю, что это за здание, какого плана архитектура? К чему мы можем отнести? Трудно сказать, но как-то похоже на европейский все-таки стиль архитектуры. Это напоминает здания или музеев, или каких-то театров. Хорошо. Так. А теперь подойдите ко входу. И у любого административного здания всегда есть некая табличка. Там, например, больница номер 32, или там военный госпиталь, или еще что-то. Попробуйте увидеть такую табличку. Удается вам увидеть? Продолжение следует... Какое-то слово... Нет, я не вижу чётко. Как будто... Как-то вот я это не вижу, я как бы чувствовала... Как будто прибежище что-то крутится в голове. Ага. Ага. Хорошо. Так. Теперь мы с вами откручиваем назад, и вы видите эпизод, благодаря которому вы туда попали. В связи с чем вы туда попали? Смотрите. Что это вообще за место? Это больница или какой-то приют? Это как будто бы какое-то временно... То есть это здание как будто выполняет временно функцию, как больница. Но изначально это не больница. То есть оно выглядит, как будто там когда-то что-то было другое, что-то. Угу. Ну как временный лазарет. Как будто, знаете, это какой-то дворец культуры был. Угу. Хорошо. Хорошо. Так. Теперь мы с вами откручиваем назад, и вы видите любой эпизод, связанный с вашей деятельностью. Основной, профессиональной. Чем вы занимаетесь, кем вы работаете, что вы делаете? Где вы находитесь, что вы делаете? Если вам идут какие-то образы, вы мне сразу начинайте про них рассказывать. Я пока не вижу. Угу. Вы себе можете давать некую тоже установку. Кто я, чем я занимаюсь, какая моя профессиональная деятельность. И вам начинают всплывать вот эти вот картинки, то есть по запросу. Вы можете вернуться обратно в госпиталь. И мы откручиваем назад. И вы попадаете в любой эпизод, где вы заняты какой-то деятельностью. Что вы делаете? Где вы сейчас находитесь? Как будто какая-то студенческая тусовка. Угу. Так. И много друзей. Угу. И все чем-то очень сильно воодушевлены. Каким-то событием сильно, не знаю. Каким? Попробуйте осознать, что это за событие. Прямо какое-то повальное торжество. Угу. Какая-то такая всенародная радость. Какая-то такая всенародная радость. Скажите, пожалуйста, вот то место, где вы сейчас находитесь, а что это за пространство? Вы на улице или в помещении? Я нахожусь где-то на ступенях, на больших широких ступенях, как будто на входе здания университета или что-то такое. Хорошо. И все друзья как бы вот одеты в такие костюмчики, молодежь, все такие нарядные. Хорошо. Сейчас я вам задам вопрос, и он вам может прийти в виде всплывающих цифр или как мыслеобразы. Какой сейчас год, месяц и день? Приходит вам эта информация? Попробуйте, знаете как? Увидьте, например, прессу. Увидьте сегодняшнюю прессу. Вот тот день, где вы видите радующуюся молодежь, веселящуюся. Увидьте газету, сегодняшнюю газету, газета этого дня, когда вы видите себя на ступенях института, где ваши друзья радуются. И прям вы можете увидеть на газете число, месяц и год. Либо вам это может всплыть, как цифры. Что происходит? Я держу в руках газету и ищу, где, может быть, вы видите себя на ступенях. Будет написано «Дата». Я смотрю вниз, и я вижу... Первое мая... Угу. Угу. Так. Семнадцатый год. Тысяча девятьсот семнадцатый год. Угу. Хорошо. Посмотрите название газеты. Известия. 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 Отлично. Теперь поймите, в каком городе вы находите? Мне кажется, это Санкт-Петербург. Угу. Хорошо. И теперь поймите, что за события, чему все радуются. Первому маю? Мммм... Нет. Нет, не первому маю. Как будто что-то более значительное произошло, а не простой праздник. Ой! Семнадцатый год. Май. Ага. Может быть, кончилась война? Вы не гадайте. Вы должны это понять. Получается у вас как будто бы услышать свои мысли. Вот как вы чувствовали, вспомните, как вы ощущали мысли ребёнка, который делал первые шаги. Как вы чувствовали себя вот в школе. Ну, такое ощущение, что как будто кончилась война. И ощущение радости. Причём какое-то... Ну, как будто вот ничего плохого больше уже не будет. Как будто вот самое страшное позади. Хорошо. Так, и смотрите, пожалуйста, теперь крутите вперёд и смотрите вашу жизнь. Есть ли у вас семья, дети, где вы работаете? Ваша жизненная семейная позиция. Я как будто бы вижу, что рядом со мной идёт девушка. Угу. Потом мы... Потом мы... Как-то вот дальше не вижу я. А куда вы идёте? Смотрите. Если у вас слетает картинка, вы возвращаетесь опять в неё и смотрите заново. Опять в неё оказываетесь и пытаетесь понять, куда вы идёте. Это девушка ваша жена? Или вы с ней встречаетесь? Это будущая жена. Кто она вам? Ну, как будто будущее. Угу. Как будто я девушка с ней встречаюсь. Так. Вам она нравится? Да. И как будто бы мы идём к её родителям. Знакомиться. Отлично. Давайте посмотрим. Прокручивайте чуть-чуть вперёд. И вот вы уже пришли туда, куда вы шли. Да. Так. Что там происходит? Смотрите. Что там происходит? О чём речь? Общий смысл встречи? Ну, я вижу, что мы зашли в какую-то коммуналку вообще. Ага. И в этой коммуналке там большой коридор, много комнат. Мы зашли в одну комнату. И там двое, ну, таких возрасте людей. И мама, и папа, и больше в комнате никого нет. Угу. И они как бы, мы здороваемся, садимся. Угу. Хорошо. Ну, и как будто бы мы куда-то должны уходить. Ага. Так. Мы должны уходить. То ли в кино, то ли куда-то. Мы должны уйти. Ага. Смотрите, куда вы идёте. Куда вы выходите, куда вы приходите? Тоже как бы прокручиваете самостоятельно вперёд. У вас есть возможность перемещаться и в пространстве, и во времени. Получается у вас увидеть, куда вы в результате приходите? Нет. Нет. Так. Теперь крутите вперёд вашу жизнь. И смотрите ваше дальнейшее семейное положение. Попробуйте увидеть вашу свадьбу. «Была ли свадьба?» И как у вас развиваются события с этой девушкой? Живёте ли вы вместе? Расстаётесь? Есть ли у вас дети? Какая ситуация? Вам это может прям как к картинке прийти друг за другом. По вашей воле уже могут всплывать события вашей жизни. Ну вот вижу какого-то малыша, какую-то комнату вижу с портретами. И вижу какой-то малыш носа на каком-то типа самокате гоняет. Или нет, на деревянной лошадке. Деревянная лошадка и маленький мальчик. Это как будто бы мой сын. Так. Как его звать, спросите. Как звать моего сына? Игорь. Отлично. Хорошо. А как звать вас? Как вас зовут? У меня несколько имён крутятся в голове. Какие называются? Владислав, Семён, Влад. А теперь делайте вот что. Прямо сейчас смотрите эпизод с вашей жизни, когда к вам пришла какая-то почта. Вы получаете письмо, посылку, бандероль. И вы получатель. И на этом письме указано ваше имя и фамилия. И указан город. Город Петрозаводск, улица Комсомольская, Владиславу Григорьеву. Отлично. Какой номер дома? Один. Отлично. Прекрасно. А теперь поднимайте глаза от письма и смотрите, где вы находитесь. Что это за место? Это ваш дом? Вы тут живёте? Да. Сколько вам сейчас лет в этот момент, когда вы получили письмо? Тридцать семь. У вас есть жена и ребёнок Игорь? Посмотрите. Да. Хорошо. Отлично. Кто вы? Чем вы занимаетесь? Не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Смотрите. Любое событие связано с вашей профессиональной деятельностью. Вы сейчас увидите себя на вашем рабочем месте или за своим обычным занятием. Чем вы зарабатываете на жизнь? Где вы работаете? Что вы делаете? Прямо сейчас вы попадаете в эпизод, связанный с вашей работой. Сая, почему-то увидела лодку, полную рыбы. Хорошо. Хорошо. Так, что вы с ней делаете? Вы ловите. Да. Я ее кому-то передаю. Я для кого-то, я для кого-то ее ловлю. Хорошо. Вы в курсе, что Петрозаводск – это город, который расположен на море? Он стоит на берегу моря. А вот я не знала. Хорошо. Отлично. Хорошо. Хорошо. И смотрите, пожалуйста, ваше состояние, ваше отношение с женой. Мне нужно, чтобы вы сейчас посмотрели, какие у вас с ней взаимоотношения. Вы вместе прожили всю жизнь или вы от нее ушли, или она умерла, или что-то случилось. Как ваши отношения складываются? Хорошо. Хорошо. Это запах рыбы. Это запах рыбы. Угу. Это запах рыбы. Угу. Наверное, ей не нравится моя работа. Так. 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 Ей не нравится ваша работа. Ага. Хорошо. Хорошо. От вас пахнет рыбой. Что-то такое, да. И ей не нравится из-за этого ваша работа. Что она вам говорит? Что она вам говорит? Смени работу. Что? Она говорит, что она устала стирать эту вонючую одежду. Ага. Ага. Так. Что дальше? Как развиваются события? Как вы относитесь к вашей жене? Как вы относитесь к вашей жене? Вы ее любите. Да. Она хорошая. Угу. Так. А что с вашим сыном? Где он учится? Вот вам сейчас 37 лет. А сколько лет ему? Сколько ему сейчас лет? Может быть, лет 6. Ага. 6 лет. Хорошо. Так. Смотрите дальше, как развиваются события в вашей семейной жизни. Давайте с вами прокрутим вперед примерно 5-7 лет. Если вам там было 37 лет, то пусть вам будет сейчас 42-47. И вот за прошедший период времени, что изменилось в вашей жизни? Что происходит? Как вы живете? Ну, вот такое ощущение, что была разлука. Ага. Так. Но как бы не по собственной воле, а вынужденная. Ага. Смотрите, вы рядом с собой сейчас видите жену и ребенка? Где они? Ну, пишут письма, что все хорошо. Ага. Так. А я не сниму. Ага. А где вы смотрите? Не знаю, вижу какой-то эшелон. Красный крест. Поезд. Угу. Угу. Так. Поезд, Красный крест, много разинок. Ага. Так. Какой сейчас год? Угу. 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 Вчера, сегодня, позавчера. От момента с эшелоном и красным крестом самостоятельно вы можете уже ориентироваться идентично. Вот то, что мы с вами делаем, вы можете отбирать ответы вот по такому же принципу. Раз, и прям видите, как вы читаете газету. И видите число. Я вижу 43-й год, 23-е июля. Сколько вам лет сейчас? 42. Хорошо. Как называется тот населенный пункт, в котором вы сейчас находитесь? Смотрите, название станции. Да-да, я пытаюсь посмотреть, пытаюсь посмотреть станцию. Или смотрите, куда вы пребываете. И что с вами, какую позицию вы занимаете в этом эшелоне? Вы врач или вы красногвардеец? Кто вы? У меня такое чувство, что я где-то в персонале. Как вот работник, который обслуживает это всё. Поезда? Нет, не поезда. Вот именно вот этот эшелон, Красный крест. Там раненые. И я как бы раздаю, ну как бы организовываю что-то. Я не помню, что. Что-то я там организовываю. Смотрите, что. Продовольствие, медикаменты. Одеяло, вода. Хорошо. Так. И давайте мы с вами прокрутим вперёд. Мы с вами прокрутим вперёд. И вы видите окончание войны. 45-й год. Прямо сейчас вы находитесь в дате 9 мая 1945 год. Где вы сейчас территориально находитесь? И живы ли вы вообще? Видите ли вы себя в этой дате? Нет. Так. Тогда мы с вами делаем вот что. Прямо сейчас мы с вами откручиваем назад. Вот к эшелону. Где Красный крест. И теперь от него мы перепрыгиваем в последний день вашей жизни в этом воплощении. Как вы умираете? Как происходит ваша смерть? Последние моменты вашей жизни. Как это случается? Где вы находитесь? Как вы можете забыть? Прямо сейчас. Так. Что сейчас происходит? Не могу вспомнить. Я не вижу. Я не вижу. Что не видите? Я не вижу, как последний день. Сейчас увидите. Вы себе как бы тоже внутренний запрос делаете. Прямо сейчас вы видите последний момент. Это момент вашей смерти. Как это происходит? Смотрите. Оказывайтесь в том моменте. Прокручивайте. И смотрите пространство. Где вы сейчас находитесь? Я вижу, как будто бы какой-то взрыв. И летит много каких-то кусков, осколков. Угу. И я куда-то вылетаю. Причем далеко лечу. Угу. Очень такая, ну как бы сильная, как будто взрывная волна. Угу. Хорошо. И это тепло, светло и какое-то поле. Большое поле, прям колосистый такой пшеницы. Ага. И я вылетаю на это поле. Ага. И я ничего не слышу. Ага. Так. И только вижу вот эту пшеницу. Ага. И голубое небо. Угу. Головой. Хорошо. А теперь почувствуйте ваше тело. Есть ли у вас ранения и в какие части тела. Это очень важно. было. Хорошо. 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 Ну, хорошо. Сейчас пойдем нам подо HARA. Ну, relations are ОК, и вывода на салон вот эти планеты питаетесь в Что вы чувствуете? Я чувствую какую-то очень острую боль, которая пронзает абсолютно всё тело. И всё, я больше не помню ничего. Так, а теперь вот застопорите эту секунду и с позиции наблюдателя выйдите из тела. Не переживайте эти эмоции, а как будто вы рядом с собой в момент смерти. И наблюдаете за тем, как это происходит. И посмотрите, есть ли у вас какие-то ранения на теле. Что происходит? Оно в куски разлетается. И смотрите, отключите эмоции, чтобы вам не было там страшно, там обидно и прочее. Просто как независимый эксперт. Посмотрите на ваше тело. Меня интересует вот ключица, с которой вы в этой жизни родились сломаны. Посмотрите, есть ли у вас какие-то попадания, ранения в эту часть тела. Да, и грудная клетка. Вот эта часть, плечи и грудная клетка. Всё как бы травмировано. Так. Область сердца. Область сердца. Угу. Угу. Так. Хорошо. Отлично, что вы это увидели. Зафиксируйте это. А теперь выходите из тела с позиции души. Смотрите на происходящее. Сейчас вы, как бессмертная душа, выходите из тела и поднимаетесь вниз, вверх, или опускаетесь вниз. Что с вами происходит? Ваш разум. Куда он двигается? Я чувствую лёгкость. Так. Какое-то облегчение. Отлично. И я вижу это вот огромное поле. Ага. И посередине искорёженный поезд. Ага. И кричи слышу. Люди бегают, кричат. Ага. Так. Задайте себе вопрос. Возле какого населённого пункта произошла вот эта авария? Сход поезда или взрыв поезда? И вам ответ должен прийти чёткий. Какой сейчас год? Сорок четвёртый. Отлично. Что это за место, где случилась вот эта авария с поездом? Крушение поезда? Что-то крутится в голове Харьков, Харьков. Я не вижу названия. Я слышу, как бы крутится в голове Харьков. Что случилось? Поезд взорвался? Подорвался? Или что? Нет, это самолёт. Самолёт? Да. Это самолёт. Ага. С самолёта что-то сбросили. Да. Ага. Так. Ага. Смотрите дальше, куда вы двигаетесь. После того, как ваше тело умирает, вы, как душа, куда вы перемещаетесь? Что с вами происходит? Куда устремляется душа? Как будто какая-то зеленая планета. Белая планета. И такие там благостные люди в белых одеждах. Угу. Так. Спросите, где я? Где я? Где я? Мне сказали на платье. Где? Атлас. Что это? Это планета? Планета? Не знаю. Спросите. Тех, кто сказал, что такое атлас? Мне говорят, что это созвездие. Угу. Хорошо. Смотрите, вы находитесь в позиции души или в позиции воплощения в новом теле? Пока еще в обращении в новом теле. Угу. Я чувствую, что у меня есть тело. Угу. Как оно выглядит? Похоже на человеческое или какое-то другое? Оно похоже на человеческое, но какое-то более, как это сказать, более воздушное. Угу. 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 Что вы там делаете? Я правильно понимаю, что это ваше новое воплощение? Может быть, нет. Может быть, нет. Может быть, это какой-то переход. Ага. Может быть, такое ощущение, что как будто, ну не в баню привели, но вот в какое-то место, как чистилище, что ли. Ага. Как будто чистилище. Ага. Ага. Чистилище. И... Да, я туда захожу, и я вижу, что там какие-то различные водопады. Прям вот какое-то такое типа арены, такое место, где расположено все как, ну, круглое такое по кругу. Угу. Большое, довольно большой круг, и из каких-то типа скал выходят различные водопады. И я вижу, вот они прям отдельные, каждый водопад, и они очень разные. Угу. То есть они различаются, как будто из одного течет вода, как из лейки, капельки такие. Угу. Из другого идут прям потоки такие бурные, пенистые. Хорошо. Хорошо. И вот несколько разных, они поблескивают на солнце. Смотрите, пожалуйста, фокусируйтесь на своем сознании, на своем предназначении. Какова ваша функция, каков ваш смысл пребывания в этом месте? Для чего вы сейчас там находитесь? Чтобы что? Вы сказали, это как промежуточный вариант. Да. Я здесь нахожусь, чтобы очистить все свои тонкие тела от разных деструктивных каких-то наслоек. Отлично. Хорошо. Так. И теперь спросите, а мое следующее воплощение будет в женском теле, в теле женщины? Да. Какое у вас будет предназначение? Что вам нужно сделать? Что мне нужно сделать? Мне нужно понять природу женской души. Матери. Угу. Матери. Угу. Жены. Угу. 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 Хорошо. Хорошо. Теперь спросите, какие у меня взаимоотношения будут с моим ребенком? И какие мне уроки нужно из этого извлечь? И какие уроки мне нужно из этого извлечь? Мне нужно понять, что ребенок – это сын Бога. И что он не принадлежит мне. И нужно понять, что материнская любовь, она безусловная. И главный урок – это что мой сын или дочь приведут меня к Богу. Угу. Хорошо. Хорошо. Спросите, помимо семейного вот этого предназначения, да, помимо семейной вот этой задачи осознания, есть ли у вас какая-то социальная задача? То есть как вы должны себя в социуме реализовать в следующем воплощении? Как я должна реализовать себя в социуме? Проявлять к людям вот эти вот материнские качества, женские качества. Уметь любить, безусловно, любовью все живые существа и сострадание ко всем, как матери. То есть относиться, как мать другим людям. Угу. Хорошо. Так. С какими желаниями вы ушли из прошлого воплощения, будучи мужчиной? Я хотела как бы дальше растить сын. Храстить сына. Угу. Храстить сына. И выполнить свою роль как родителя. Угу. 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 Хорошо. Угу. Угу. Спросите по поводу сценария. Угу. 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 Менщины одиноки. Чему я должна научиться в этой ситуации? Чему я должна научиться в этой ситуации? Чему я должна научиться в этой ситуации? Я слышу проявлять любовь во всех, в любой ситуации и принимать как дар, как подарок все, что происходит. Не от недостатка, а от изобилия. Хорошо. 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 Что вы должны сделать, чтобы вновь сюда не возвращаться? Спросите. Что я должна сделать, чтобы не возвращаться и сюда больше? Хорошо. 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 Развивать отношения с отцом, с Господом. Чувства к нему, развивать чувства к нему, настоящие, вечные. Хорошо. Подумайте, пожалуйста, есть ли у вас еще какой-то вопрос, который вы бы хотели задать? И как мне вести себя в сегодняшней ситуации в отношениях с сыном? Какое мое поведение будет правильным? Что вам идет? Доверие к Богу, просто доверить Ему эту ситуацию. Доверить, полностью доверить и избавиться от страха. То есть снять с себя роль контролирующего и убрать страх. И тогда Господь как бы исцелит эту ситуацию. Как будто я своими страхами как бы выстраиваю вот этот блок, который не дает разрешиться этой ситуации. С кем вы сейчас разговариваете? Кому вы сейчас задаете вопросы? Кто вам сейчас отвечает? Я думаю, параметма, параметма, внутренний голос Господа, который во мне находится. Это вы так думаете, вы задаете этот вопрос. С кем я сейчас разговариваю? А, с кем я говорю? С кем я говорю? С кем я говорю? Кто мне отвечает? Я говорю, с кем я говорю? К тебе отвечают? К тебе дают эти ответы? Ну вот как бы сердце Как будто я получаю ответ, что из сердца Идет ответ Из моего сердца Хорошо Хорошо Теперь давайте мы с вами Начинаем дышать Вы начинаете глубоко вдыхать носом Глубоко выдыхаете ртом И мы В обратном порядке Запускаем ваше тело Вы визуализируете, что воронка, которая раскрывалась Она начинает скручиваться Субтитры создавал DimaTorzok